Доброе утро, дорогие телезрители! Мы вам его обеспечим, просто оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь. Рубрика «Разминка» встретит вас сегодня новым комплексом упражнений, поэтому все внимание на телеграны. Доброе утро, друзья! Проснувшись под звон будильника, организм испытывает стресс, так как шум из внешней среды вывел его из царства морфея. Поэтому вы улыбнитесь, скажите себе мысленно, что впереди вас ждет прекрасный день и при этом хорошенечко потянитесь. Потянитесь так, чтобы почувствовать каждую мышцу вашего тела. Итак, первое упражнение. Ноги на ширине плеч, руки на пояс, делаем повороты шеи вправо-влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь сделаем упражнение на координацию движения. Обе руки поднялись вверх, левая рука делает круговые движения назад, правая круговые движения вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поменялись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Положили кисти рук на плечи и локтями рисуем круги вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Ноги ставим на ширине плеч, левая рука на поясе, правая рука вверху. Делаем наклоны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Вот. Поменяли положение рук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Теперь делаем выпады в сторону. Тянемся. Делаем пружинистые упражнения. Вы должны почувствовать, как тянется задняя мышца бедра. Вот здесь. И меняли ноги. То же самое. Можете потянуть носочек от себя. Закончили упражнение. И пять приседаний. Раз, два, три, четыре, пять. Закончили упражнение. Встаньте. Путянитесь вверх. В сторону. Улыбнитесь. И похвалите себя за то, что у вас получилось преодолеть лень. Вы молодцы. Сохраните на весь день полученную от утренней зарядки бодрость и хорошее настроение. Сегодня 5 июня, а это значит, что в этот день произошли множество событий. И рубрика «Этот день» с удовольствием нам о них расскажет, а также упомянет всех людей, которые отмечают сегодня именины. Поэтому, дорогие телезрители, смотрим и слушаем внимательно. Доброе утро, друзья. Сегодня 5 июня и весь мир отмечает Всемирный день охраны окружающей среды. Также в этот день, в 1981 году, Американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь – СПИД. Родились в этот день Барбара Брыльска, Юрий Бязинский и Юлия Левницкая. А именины сегодня у Александра, Алексея, Андрея, Афанасия, Бориса, Василия, Геннадия, Данила, Романа, Федора и Ивана. Не забудьте поздравить своих родных и близких. Каждый сезон мы пытаемся следить за модными тенденциями. Прямо сейчас мы расскажем о том, что длинные платья очень актуальны летом 2015 года. Итак, дорогие модницы, все внимание на телеэкраны. Длинные платья актуальны каждый год. Они смотрятся так шикарно и так изящно, особенно когда длинное платье из нежной ткани, которое раздувается по ветру или формирует на фигуре привлекательные складки. В моде 2015 года длинные платья с прямым силуэтом. Популярны модели длинных платьев, расшитые стразами, а также платья без украшений, просто длинные. Ультрамодные длинные платья с прозрачным низом. Длинное платье будет уместно на любом мероприятии и сделает девушку королевой. Украсить такое платье можно модными туфлями и красивой сумкой, которая модная в 2015 году. И вы королева праздника. Хозяйке длинных платьев с разрезами радуетесь. Ваши платья по-прежнему в моде и в 2015 году. Разрез по ноге так изящно оголяет ножки, а сзади раздувается элегантный и притягательный шлейф. Еще одним прекрасным вариантом длинного платья это платье со шлейфом. Такие платья актуальны и в 2015 году. Платье со шлейфом в этом году не обязательно симметричное. Короткая часть платья может располагаться и не ровно посередине. Обязательно подберите красивые туфли под такое платье. Мы так привыкли к свежему хлебу, что уже не представляем без него свой обед, ужин и даже завтрак. Но на самом деле самый свежий хлеб приносит больше вреда, чем пользы. И в следующем сюжете мы расскажем, почему именно. Важно запомнить три главных правила. Хранить хлеб в полиэтиленовых пакетах, около системы отопления и на прямом солнечном свету нельзя. Так он скорее испортится. Черный и белый хлеб хранить вместе нельзя. Смешение хлебных дрожжей приводит к размножению продуктов распада. В результате чего хлеб будет дольше оставаться свежим, если в хлебницу положить кусочек очищенного картофеля, нарезанное яблоко, немного соли или кусочки сахара. А корочка лимона устранит посторонние запахи. Естественно, советуем не забывать их регулярно менять. Если заворачивать хлеб в льняное или холщовое полотенце, то он черствеет медленнее и сохраняет свои свойства в течение целой недели. Кафель держит лидирующее место среди отделочных материалов. Ведь нам так нравится, что один раз кафель положишь и на 10 лет можешь забыть о ремонте. Но самое главное выбирать качественный кафель. И в следующем сюжете мы расскажем о том, как не нарваться на брак. Признаки хорошего кафеля. Первое. На упаковке должно быть указано название завода-изготовителя, наименование модели, класс, размер и номер тона. Второе. Чем толще и плотнее керамическая плитка, тем она надежнее и качественнее. При выборе кафеля обратите внимание, нет ли сколов или царапин. Третье. Если на ямале будет желтая или красная полоска, откажитесь от кафельной плитки. Таким образом маркируется брак. Четвертое. Внимательно посмотрите на ямаль. Если сквозь рисунок будет видна сетка, ее наличие говорит о плохом качестве плитки. Пятое. Не забывайте посмотреть на обратную сторону кафельной плитки. Там должно быть название завода-изготовителя. Шестое. Возьмите плитку и слегка постучите по ней. Если звук получится глухой, значит на предприятии плохо обожгли глину. Седьмое. По мнению специалистов, нужно выбирать кафельную плитку с 10-15% запасом на подгонку. Качественную керамическую плитку вы можете приобрести в магазине строительных материалов «Мастер», который находится по адресу проспект Евразия 246-11, остановка 2-я база под мостом, микрорайон Астана-8 рядом с Новым ЗАГСом и город Аксай, улица Дружба Народов 6-5 рядом с Бестау. Обязательным аксессуаром летом должен стать головной убор. И о самых модных головных уборах мы расскажем в следующем сюжете. Итак, лето 2015 года будет ультрамодным. Летом в сильную жару очень важно носить головной убор, который спасает вашу голову от палящих лучей солнца. Вот и отлично. Будет чем дополнить комплект одежды для пляжа. Модный головной убор не только защитит вас от солнца, но добавит вашему образу изюминки. А вот какие именно летние головные уборы будут модны летом, мы сейчас разберемся. В этом году дизайнеры постарались на славу, создавая такой аксессуар, как летний головной убор. Они использовали все возможные стили, формы, мотивы, различные цвета и материалы. Главное условие при выборе летнего головного убора – он должен хорошо сочетаться с вашим нарядом. Никого не удивило, что самым модным головным убором этого года, так же, как и в предыдущие годы, остается шляпа. Шляпы, как и солнечные очки, вечны. Причем в этом году абсолютно не важно, какого размера вы выберете шляпу. В моде как шляпы с широкими полями, так и миниатюрные шляпки. Модная шляпа – это универсальный летний головной убор. Он прибавляет женственности и делает образ незабываемым. Цветовая палитра модных шляп просто поражает. От ярких до классических черно-белых и бежевых цветов. Для девушек, которые предпочитают спортивный стиль, отлично подойдут модные в этом сезоне кепки. Кепки – идеальный вариант для прогулок, экскурсий и путешествий. В отличие от шляп, цветовая гамма кепок более сдержана. При выборе летнего главного убора экспериментируйте с фасонами, цветами, стилями, пока не найдете тот, который подойдет вам идеально. Украсить дом при помощи цветов – это, пожалуй, особенное искусство. Мне, например, это искусство еще не поддалось. Но в следующем сюжете мы расскажем об одном необыкновенном домашнем растении – гузмания. Интересное название, и за ним кроется очень интересная внешность. Родина этого экзотического для нас растения – Центральная Южная Америка. В тех краях она растет как эпифит, то есть начинает развивать свою грудневую систему не на земле, а на горе деревьев, как правило, отмирающих. А воду она получает из влажного воздуха. В настоящее время известно более 100 видов этого растения. В комнатных условиях чаще всего содержит гузманию язычковую и сорт минорронда. Она довольно неприхотливая, а по внешнему виду не уступает своим собратьям. Внешне гузмания – это большой вечно зеленый пучок травянистых длинных листьев, яркое красивое предцветие и цветок. В диких условиях высота растения достигает 75 сантиметров. А вот в доме оно редко вырастает выше 40 сантиметров. Сказывается недостаток влажности, ограниченность корневой системы и мало солнечного света. Цветы обычно бывают ярко-красными, бордовыми, коричневыми и розовыми, что создает контраст с зелеными листьями. И хотя сначала кажется, что гузмания – это прихотливое капризное растение, которому некомфортно в наших климатических условиях, но на самом деле это миф. Как показывает практика, оно не требует от хозяина особых затрат времени и усилий. Достаточно лишь соблюдать несколько нехитрых правил. Дельфийские игры сосредотачивают около себя самую талантливую молодежь. И в следующем сюжете мы расскажем об открытии Дельфийских игр. Вы сможете сами убедиться в масштабе этого мероприятия, а также познакомиться с некоторыми участниками. 4 июня в Казахском драматическом театре состоялось открытие областного тура Дельфийских игр, организаторами которых стали Западно-Казахстанский государственный университет имени Мохаммеда Утимисова, Управление по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области и Молодежное общественное объединение «ЖАЗ-экономист». Дельфийские игры – высший форум искусства народов Казахстана. Цель Дельфийских игр – выявление талантливой молодежи и, конечно же, дать путевку тем талантливым молодежам, которые стремятся к высшему искусству, на республиканский тур. Это мероприятие посвящается великим датам 2015 года. Это 550-летие основания казахского ханства, 70-летие победы в Великой Отечественной войне, 20-летие Ассамблеи народов Казахстана и 20-летие Конституции Республики Казахстан. Думаем, что молодежь, которая участвует в данном мероприятии, имеет возможность не только показать свое мастерство в сфере искусства и культуры, но и имеет возможность показать свой патриотизм, любовь к своему отчизну, родине и своему народу, своему искусству, культуре и традициям, конечно же. Дельфийские игры будут проходить по 13 номинациям, по двум возрастным категориям – с 10 до 15 лет и с 16 до 24 лет. Количество участников свыше 250 человек. Я студент 4-го курса Западно-Казахстанского государственного университета. Участвую в играх первый раз в номинации «Эстрадный вокал». Я хочу испытать себя в этом конкурсе. Конечно же, нужна такая практика, чтобы расти и развиваться в своей профессии. Победители республиканского тура будут иметь возможность участвовать в международных дельфийских играх. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Мержан Хашгиреев, ТДК-42. Для маленьких детей очень важен дневной сон, ведь их нервная система еще не окрепла, и в течение дня им нужна небольшая перезагрузка. Но некоторые дети отказываются спать напрочь, в том числе устраивают истерики. Есть определенные причины такого отказа, и в следующем сюжете мы постараемся их рассказать. Часто ребенку не хочется расставаться с каким-то увлекательным занятием или покидать компанию любимых пап и мам, которые не так давно вернулись с работы. Иногда дети считают несправедливой по отношению к ним необходимость укладываться в постель, когда все остальные члены семьи спать еще не собираются. Некоторые малыши просто боятся темноты. Бывает крох и еще не устал, недостаточной энергии израсходовал за день. Даже маленьким деткам иногда снятся страшные сны, которые влекут за собой неприять к ночному отдыху. Некоторые активные дети считают сон самым скучным занятием в мире, ведь вокруг столько всего интересного. Когда человек заболевает, он идет сначала к терапевту, а потом уже к узкому специалисту. У животных же все несколько иначе. У них есть один доктор, который знает обо всех животных болезнях. И доктор – это, конечно, ветеринар. О всех вопросах, которые беспокоят вас, расскажет опытный доктор. Витамины необходимы так же, как для жизни людей, так и для жизни животных. Все это существует сейчас в очень большом ассортименте. Подобрать это не составляет никакой сложности. В зависимости от вида животного, от его возрастных особенностей, состояния физического, растущий организм, взрослое животное, старое животное, имеющее какие-то хронические болезни – все это варьируется в зависимости от ситуации. Все это подбирается только индивидуально. То есть те витамины, которые хороши для молодой крупной собаки, они могут совершенно не подойти взрослой собаке маленькой породы, особенно другому виду животного – кошке или птице. Поэтому здесь, конечно, нужно все под контролем специалистов делать. Если владельцы сами не имеют достаточного опыта. Если люди много лет держат животных, они уже опытным путем приходят к определенному результату. Но опять же, одной собаке подходит, одной или одной кошке, другой – это может совершенно не подойти. Все индивидуально. Сон – это прекрасное время. И, как правило, нам не хватает вожделенных часов, чтобы выспаться. Но на самом деле мы сами в этом виноваты. Ведь ложиться и вставать нужно вовремя. И в следующем сюжете мы расскажем интересные факты о сне. Наверняка этого вы еще не знали. В течение пяти минут после пробуждения половина нашего сна забывается. На протяжении последующих десяти минут человек забывает 90% сна. Все люди видят сны. За редким исключением, когда человек подвержен резкому психологическому расстройству. Если вам кажется, что вы не видите сны, вам просто так кажется. На самом деле вы просто их не запоминаете. Еще один интересный факт о сне – наше сознание не выдумывает лица. Во сне мы видим реальные лица людей, которые встречались нам в нашей жизни. Просто мы можем их не помнить. На протяжении жизни мы видим сотни тысяч лиц. Так что у нашего сознания бесконечно пополняемый запас для наших снов. Около 12% людей видят сны только в черно-белых тонах. Остальные видят цветные сны. Если вы видите во сне какое-то явление или предмет, то это совсем не значит, что сон именно о нем. Сновидения разговаривают на очень специфическом языке символов. Так что крайне маловероятно, что визуальные образы или предметы, которые вы видите во сне, на самом деле подразумевают самих себя. Самой популярной эмоцией, которую человек испытывает во сне, является тревога. Человек испытывает отрицательные эмоции во сне гораздо чаще, чем положительные. Вы можете видеть от 4 до 7 сновидений за одну ночь. Исследования, проводимые на различных видах животных, показывают, что они тоже могут видеть сны. Во время глубокой стадии сна глаза человека двигаются. У взрослого человека эта стадия обычно длится около 25% от общего времени сна, то есть порядка 100 минут. Результаты исследования больших групп людей показали, примерно у 18-38% людей был хотя бы один вещий сон. Около 70% испытывали дежавю. А количество людей, которые верят в вещи и сны, существенно больше. Это от 63 до 98%. У каждого верующего человека есть вопросы. И в следующем сюжете мы зададим вопрос священнослужителю. Наверняка вас когда-либо беспокоили какие-то моменты, на которые вы не можете получить ответ. При помощи этой рубрики мы попытаемся устранить пробелы. Я благословляю такие браки. В России, в многих монастырях это против. А если полюбили? Он казах, а она русская. Ну что тут такого? Если любят, семью создали, все. Родили ребенка. Крестить. Я знаю, эта проблема есть. Но я всегда ее очень просто решаю. Я говорю, допустим, особенно мальчик казахи, я говорю, пускай они крестят по-своему, делают, все-все-все сделают. А через полгода, через год ты придешь с ним в церковь, мы сделаем. И детятка будет окрещеная. И будет мир и согласие в семье. Вот только так этот вопрос решают. А чтобы был не крещеный, не надо. Надо, чтобы был крещеный, чтобы уже ангел-хранитель у ребеночка был и его охранял. Когда вырастет он, он тогда сам пойдет. Или туда ему идти, или туда. А пока маленький, пускай родители водят. Ничего страшного. Его и в мечети не будут научать плохому. Его и в церкви не будут научать плохому. А вырастет детятка, оно потом поймет, куда ему идти. Летом необходимо отдыхать активно. И велосипед в этом непростом занятии – первый помощник. Мы расскажем, как выбрать самые качественные велосипеды. Соотношение цены и качества – конечно, форвард. Лучшие велосипеды для вас только у нас. Огромный выбор всевозможных моделей. У нас вы найдете сити-байки, хартелы, горные велосипеды. А также удобные складные велосипеды, которые помещаются в лифте, автомобиле или на балконе. У нас есть специально разработанные модели для дам с учетом комплектации женского тела. Также большой выбор детских велосипедов. Как небольшие, так и аналоги спортивных моделей. Если велосипед, то только форвард. Наши адреса – торговый центр «Астана», «Левое крыло», магазин «Наши детки», «Абулха Ирхана», 6, дробь 4. А также торговая палатка на пересечении улиц Шолохова и Сергея Тюленина. Ждем вас! И в завершении нашей программы прогноз погоды на ближайшие выходные. Пусть не будет ни дождя, ни грозы, а только солнце и хорошее настроение. Друзья, осталось всего несколько часов, и можно спокойно вздохнуть. Впереди два выходных. Синоптики обещают нам понижение температуры. Днем до 25 градусов, ночью до 15 градусов по Цельсию. В субботу небольшой дождь. Редакция «Доброго утра» желает вам отличных выходных. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня на календаре 5 июня, пятница. Очень хочется, чтобы на этих выходных вас не беспокоили никакие проблемы. А все рабочие моменты вы уладили сегодня и оставили их на этой рабочей неделе. А в понедельник приступили к своим служебным обязанностям уже с новыми силами. Всем отличного настроения, хороших выходных и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова